Доброе время суток всем! Вы не поверите, но сегодня, как обычно, город Таллинн 23 июля 2021 года. День недели пятницы, с которым вас всех поздравляю. У нас у два бесконечных выходных дня. Прошла очередная рабочая неделя. У нас за бортом 22 градуса жары. И хочу заметить, что с воскресенья жара такая сильная в Таллине спала. Хотя обещают сейчас новую волну на выходных. 21 час и 30 минут. Естественно, едем со спортзала пятница. Вступление сделал. Теперь о работе. Что? 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 О работе. Короче, о работе. Прошла моя полная рабочая неделя на новом месте. Все теперь устаканилось. Мне объяснили, кто я, что должен делать. Честно говоря, о таком маленьком шоке. В любом случае, вам все как-нибудь расскажу. Если у меня все сработает, получится, обязательно ждите от меня видосик. Пока это секрет. Единственное, о чем я скажу, что езжу по утрам, по крайней мере, среда, четверг, пятница. Ездил на работу на самокате. И находится от моего дома примерно так, что в 7.46 я выхожу из квартиры. Это спускаюсь на лифте, дохожу до гаража, снимаю его сигнализацию. Открываю двери, снимаю сигнализацию, беру самокат. Сажусь на него, закрываю, естественно, все двери. И в 7.58 я уже на работе. Точнее, выходит что-то порядком 12 минут, если я не ошибусь, да? На все свои телодвижения от квартиры до самой работы. Смотрите, у нас гужевой транспорт, прямо как в Румынии. Насчет поездок за пределы Эстонии в этом году, походу, наверное, не будет. Я боюсь, как бы за пределами Таллина еще бы... Хоть хотя бы за пределы Таллина, чтобы получилось. Вроде бы семья собирается, но без меня. Меня, короче, кинули. Не смешно. Так, дальше. А ты сам не попросился? У меня времени нет. У меня нету столько времени. Я сначала должен показаться на работе, а потом уже идти в отпуск. Так, вступление было, про работу я сказал. Что еще? А, вот что хотел сказать, что это видео снимаем уже раз третий. То что-то у нас было, то пробка какая-то, не могли попасть. То еще что-то, то не знаю. Короче, больше я переписывать это не буду. Как получится, как получится, сказал, да? Да, получится, как получится. Уставший я еду за спортзал, едем домой, еду, да, вещь я один. Так, у нас было на выходных, что были? Морские дни. Морские дни, да. Брал с собой телефон, брал микрофон, селфи-палку. Думал, буду снимать. Что-то я начал. А потом, знаете, что я подумал? Что все равно, мне хотелось, точнее, не все равно, это надо видеть глазами. То, что ты снимаешь, это ты не передашь. Потому что самому даже хочется смотреть. Вот хочу смотреть, что там происходит. Красивые эти фрегаты, не знаю, корветы, как это называется, шхуны, бригантины. Я в них не разбираюсь. Там, по-моему, из Польши были, вроде бы из России, но из России, я как понял, был корабль в море. Но он открывал морские дни. Дедушка, ну куда ты бежишь, там закрыто все. Господи, ты боже мой. Пусть это его. Сейчас вам скажу. Пустили, да. Я опоздал на 90 лет. Дед Камикадзе. Вот, честно, пересмотрите, как он кидался под колеса. Я уж сбился. Значит, вдоль летной гавани и порта Нобелеснер, и в порту были организованы что-то ярмарки, выставки, корабли, матросы. Кстати, я вам скажу, что цены были адекватные. Как ни странно, для Эстонии, реально, для Таллина адекватные цены. Единственное, что, кстати, я сделал, выложил на Инстаграм, показал. Я там покупал сок со льдом или льдовый сок. Я не знаю, как объяснить, там были разные цвета, апельсиновые, ягода, кока-кола, еще что-то было. Не суть. Он заливался вот в такой красивый стаканчик в виде вазочки, а сверху закрытый кораблик. Было с пальмой, было еще что-то, по-моему. И это стоило 4 евро. Но если ты хотел дополнить его, выпивал и дополнить, в этот стаканчик открывалось, и добавляли там за 1,5 евро. Но можно было взять стаканчик подешевле. Но хотелось такой. После этого мы пошли еще вдоль тюрьмы, бывшей батарейной тюрьмы. Погулять, кстати, на территории батарейной тюрьмы организованы какие-то тоже такие места. Тусовок собираются люди. Что? А, сейчас расскажу. Мне подсказывают, что надо рассказать, как мы туда доехали. Я с дочкой туда поехал на самокатах, а жена, по-моему, на машине. Не по-моему, а точно жена с своей сестрой на машине туда поехал. Вот. И на территории батарейной тюрьмы такие тусовочки тоже типа что-то открытых террас. Ну, к чему все говорю. Открыли. После батарейной тюрьмы мы попали в порт. В порту тоже были какие-то большие палатки, типа что-то ярмарок было. И от этого мы вышли. Я не знаю, даже я случайно, как его случайно увидел, узнал, что-то, наверное, первый день было открытие. В море через А-терминал все-таки, наверное. Я не знаю, какой это терминал может быть. Ну, не Д точно. Возможно, А-терминал. Возможно, просто рейсовый терминал. Я не знаю. С левой стороны самый первый в море, наверное, метров пятьсот пирс прогулочный променад. Снимать тоже не стал. Это просто надо видеть. Мы еще туда с дочкой поехали на самокатах, так потом узнаем, что на самокатах там запрещено ехать. Знаков не было. Может быть, это уже в понедельник, там, не знаю, вторник. Такие условия выставили. Да, но тогда не было, да? Сказали, где море нельзя ездить, а там, где вы. Ну, а сказали, когда? Мама сказала, это вчера. А мы там были в воскресенье. Знаков никаких не было. Там еще было очень много людей на самокатах, по-моему. Длинулся. Велосипедов не было. Электро-велосипеды. Электро-велосипеды. Вот, хорошо. Так, электро-велосипеды. Я сбился. Значит, что я говорил? А, ну и народ. Народ, там людей было столько, чтобы, в принципе, пройти было сложновато. Тем более проехать. Но мы особо не ездим там пешком, чтобы. Там, когда не было людей на самокатах. А, еще в этом кафешке такие столики в открытое море. Наверное, одно время было, когда я со знакомыми друзьями определялись, думали, где у нас в Таллине вообще есть кафешки, или ресторанчики, или бары, или такие вот места с видом на море. Это было начало, наверное, 2000-х годов. И, в принципе, думали о том, что кроме как ресторан пили, как и сейчас делали квартирный дом, этот комплекс. В принципе, это в Таллине больше и не было. Ну, если не считать телевышку, да. Потом построили Вимси. Патная перевернутая лодка, там тоже как бы с видом на море терраса. Но это уже не Таллинн, там все-таки Вимси. А сейчас я заметил, в Таллине очень много таких мест появляется. Именно с... Короче, вид на миллион. Вы можете взять себе там сок, кофе, пиво, мороженое. И это все употребить с видом на шикарный Таллинский залив. Еще, кстати, в воскресенье было жарко. Я выезжал в майке, был. И мне было... Ну, поздно. Вернулись часов где-то в 10, наверное, домой. И мне было, когда мы ехали, очень хорошо. Вот сейчас, скажем так, я с утра еду на работу, на самокате. Я на футболку одеваю кофту, достаточно теплую, прохладно. Потом днем... Короче, нормальная эстонская литра наступила. Теперь я не мучаюсь, и мне хорошо. Лишь бы не было этого, как его, жары, да? Которую обещают. Я сейчас схватился на телефон. Чтобы узнать, точно так и обещают. В понедельник 27 обещают, опять во вторник 29. Короче, нам жарой, да, обещают. Значит, будет. Это ты? Зачем так делать? Что-то может, с маршиной что случилось. Видите, вечером у нас можно здесь ехать сейчас 70 км в час. Здесь проезжал сегодня на машину, на рабочую машину. Днем было ограничений по 50. Люди все разъехались по домам. Можно гнать. Честно говоря, электронные знаки вот эти мне не очень нравятся. Почему? Потому что вы, когда едете за рулем, вы привыкаете, что вот здесь можно 50, здесь можно 70. А тут в голове тебе должно оставаться, откладываться, что следи, следи за этими знаками. Короче, может случиться что-то нехорошее. Мое личное мнение. Это так же, как вы едете по улице Гонсиори. У вас горит там зеленая стрелка, что дорога открыта в вашем направлении. А потом меня и мне говорят, что ты гоняешь на желтый. Здесь на красный. Так, значит, горит зеленая стрелка, что дорога открыта в вашем направлении. Но перекресточные эти светофоры горят, допустим, красным. А вы уже, так как эта стрелка большая, вы скорее на нее внимание обращайте. Я говорю про себя, я обращаю внимание на зеленую стрелку, и мне кажется, что это опасно. Приходится как-то голову вбить, что мое право ехать прямо, только сиди за светофорами. Еще вот так можно. Мотоцикл. Ну что, ну можно. Я же там ему место оставил, наверное. О, кстати, с левой стороны Яндекс.Такси. И как его водитель, если вы видите сейчас, водитель отгорожен, нет, не увидите. Водитель отгорожен от пассажиров такой пленочкой. Ну, вы такие ездили, я справлюсь. Я тоже такие ездил. Обещают нам в августе какие-то новые ограничения в связи с этим ковидом. Как вы понимаете, это уже будет все в норме, каждый раз это будет водиться. Но обещают развлекаловки не закрывать, общепиты не закрывать, спортзалы не закрывать. А тех, у которых привиты, им будут большие бонусы. Единственное, о чем я думаю, я привит одной прививкой, и она есть. Одна прививка, и я уже, как его, получился статус иммунизированного, да, человека, неладного. Что у меня есть якобы иммунитет. Тут вопрос, надо ли будет, когда пропадает этот статус, или надо каждый год ее делать будет, или же надо будет ее делать раз в два года, или одного раза одной толпы летки достаточно, я не знаю. Но пока сказали, что, по-моему, точно полгода этого хватит. А так как я сделал в конце мая, по-моему, 21-го, то все лето и всю осень я могу жить нормально, а декабрь покажет, будем посмотреть. Если это будет сейчас, я вам скажу, связано с какими-то бонусами, да, я скорее повторю. Почему? Потому что... Я плюну на свои, как его, как его называются, эти... Принципы есть, делаю. Кстати говоря, опять же, по правой стороне была установка общественного транспорта, и сейчас, было видно или нет, ограничили место, таки пунктиром вокруг нее, где запрещено курить. Почему? Потому что до этого у нас было так, что в самой... в самом павильоне курить нельзя было, а за павильоном рядом кури, там хоть прям вдыхай туда. А сейчас прямо четко ограничили место... Свободную от курения. Да, вот с левой стороны еще было, я не знаю, хотел показать с левой стороны. Ну, так, спереди основки где-то метра полтора, и слева вправо там сантиметров 70, наверное. Вот как-то так. Слушай, я чуть теплый воздух включил, думаю, что жарко так стало. Кстати, на улице 18 градусов. Не знаю, мне в футболке очень хорошо. Кто-то, видите, кофты уже надел. Я тоже с кофтой. Ну, ты-то, да. Ну, это нет. Тебе холодно? Да нет. Ну, мы сейчас пойдем в магазин и узнаем, холодно-не холодно после магазина будем снимать? Давай. Давай. Так, у нас время 16 минут. Решить все проблемы в магазине. Он работает до 10. И не забыть поставить здесь, естественно, часики. Да. Что? Часики. И быстрее. О. Женщина, это парковка. Это парковка. Зачем ты мне показала так? Какая-то нездоровая. Пойдем. Короче, сходили в магазин. Какая-то очень странная тетечка. Шла и что-то мне факи показывала. За что? Не знаю. Не давил ее. Расстояние было огромное. Пропустил. Встал на место. Ну, да. Выразил недовольство. Выразил довольно недовольство в своей машине. Она же это не слышала. Здесь, смотрите, самокат. У меня такое ощущение, что у нее может быть психически как-то она не очень здоровая. Если она меня вдруг увидит когда-нибудь это, так и знаешь, что я так и подумал, что ты... А как ты думаешь, интересно детям зафаки показывать это законно? Думаешь? Не знаю. У нас в школе за этим следят. Да ты что? И за матом, и зафа. А что тебе делают за эти знаки? Говорят, что родители могут платить тысячу евро за это. Ну да ты что? Да. Странно. Парни один распорвались. И заплатили по тысяче евро за каждого, да? Их предупредили. Ну да. Главное, ну, я сейчас сижу, я так расстроился. Ну, сейчас дают до дома, конечно, будет нормально. Ну, просто, что я сделал? Я сделал на парковку, просто в машине, ну, ты сказал с ней, ну, как бы, не понял, что ты идешь здесь, там тортуар, может быть, для нее был спокойненько запарковался. Что надо было идти показывать мне? За что? Кстати, сто процентов уверен, что работа с магазина. Может, поэтому злая такая шла на работу. Потому что в зале ее не было. Хотя мы по всему залу тоже не прошлись. Ну, я не искал ее. Ну что, как поедем? Прямо направо. Давайте поедем прямо и оттуда направо, потому что через эту дорогу мы почти постоянно ездим. У нас что-то есть у нее в парке Иллюмин-Ром? Нет. Нет. Еще не гуляли. Да, кстати, конец, значит, июля, да? 21 час и 54 минуты. Ночью, видите, еще белый у нас. Вот конкретно будет заметно, что уже не так светло. Это будет где-то, наверное, в августе, середины. Ну, в любом случае, там будет еще... Еще в начале августа, как он называется, кайф белых ночей еще останется. С левой стороны мы сейчас проехали район, строится новый. И там говорят, что новая контора фирмы G4S будет. Я такое узнал. Мне еще так рекламировали, что возит твой дом, а может быть, придешь все-таки. И, честно говоря, я задумался тогда. Один был из вариантов вернуться обратно. Точнее, реально, я ходил, мне предложили все. Я даже скажу, и зарплата была нормальная, и машина. Я не знаю, может, рассказывал. И сказали, со времен контора здесь будет. Но единственное, что меня не устроило, две вещи. Одна из них, я могу смириться, это беготня с объекта на объект. Да, вторая, вот, ладно, это так уже. Лично. Здесь не делили, да, пока не чертили остановку, нет. Стеновую стволку здесь сделали. Совершенно новую. Ну что, дамы и господа, приехала я домой. У меня начинаются бесконечные выходные. Два штуки. Чего и вам желаю. Солнце, мира, добра, уважение друг к другу. Не показывайте факи. Осторожно на дорогах. И всем вам спокойного города. Наш Талин. Работники этого, наверное, ресторана в такси вызвали. Никак не рассылуются, не расстанутся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова